МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, я Юрий Прокопенко. А я Николай Камасов. Вы смотрите телевизионный проект «Знай наши». Сегодня вас снова ждут новые открытия. Мы познакомим вас с весёлыми внучатами. Это сырки глазированные. А также расскажем, как быть, когда к вам приезжают нежданные гости. Юрий, так тебе удалось разместить своих родственников из Щелябинска? Да, Николай им понравилось Могилёве. Гости, 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 я снялся. Да, неожиданно. Вот теперь и думай. Но я знаю, что делать. Пойдём в самую известную гостиницу Могилёва, соответственно, гостиницу Могилёв. Как театр начинается с вешалки, любая гостиница начинается с ресепшена. Это её лицо. Но у гостиницы Могилёв лицо, замечу, вполне симпатичное. Добрый день. Меня зовут Татьяна Филиппова, начальник службы маркетинга и продаж. Что могу вам сказать? Мне бы присмотреть номер на два человека. Ко мне приезжают родственники из Щелябинска, любимая, долгожданная. Что можете им предложить? У нас большой выбор номеров. Мы можем предложить номера категории эконом. Это будет такой довольно-таки бюджетный, хороший вариант размещения. Можем предложить номера более комфортные. Кстати, я могу показать эти номера, вы посмотрите. Пойдёмте в номера, Татьяна. Пойдёмте в номера. Это наши самые просторные трёхкомнатные апартаменты. Здесь очень любят останавливаться звёзды, когда приезжают с какой-то гастрольной деятельностью к Новому городу. Много звёзд было? Вайма Вайкули, Кристина Арбакайте, Стас Пьеха, Надежда Бабкина. У нас на самом деле очень большой список. У нас целая большая почётная книга гостей, где они оставляют свои автографы, пожелания. И все говорят, что как-то так просто, но по-домашнему уютно и комфортно. Номер огромный. Да здесь в футбол можно играть? Можно в хоккей. И в хоккей. А цена вопроса? Миллион 120 на одного гостя в сутки. Большой трёхкомнатный номер с двумя санузлами. Как бы цена по городу очень приемлемая. Нормально. Пойду воздуху подышу. Красота-то какая! Лепота! И всё-таки апартаменты дорого даже для суровых челябинских гостей. Пойдём в номер поскромнее. Татьяна, я смотрю, минимально, но уютно. Это как номер? Что это за номер? Да, действительно, очень уютные номера. В номере ничего лишнего. Всё лишь только для того, чтобы гость приехал и отдохнул. Номера категории бизнес-вип двухместные. Что интересно в этом номере? Система кровати бокс-спринг. То есть эти кровати могут раздвигаться, либо сдвигаются. Делается одна большая двуспальная кровать. Да, и ещё вот традиция нашей гостиницы. Уже много-много лет мы пользуемся только натуральным льняным бельём. Это как бы экологично очень. Люди, которые страдают какими-то аллергическими заболеваниями, это очень-очень ценят. Причём такие номера здесь предлагают в различном интерьере. Его стоимость 680 тысяч с двоих человек в сутки. Можно заплатить меньше, но о скидках позже. Девиз гостиницы Могилёв – дом вдали от дома. Надо срочно писать родственникам, что полотенце, халат и тапочки могут с собой не брать. Уют в гостинице Могилёв чувствуется везде, не только в номерах. Почти в каждом номере в гостинице Могилёв есть доступ к беспроводному интернету Wi-Fi, ну и, конечно же, цифровое телевидение, 60 каналов. Главное, есть Беларусь-1 и Беларусь-2. А это номер студио на два человека с большим двухсторонним зеркалом и прочими наворотами. Просторное жилище. Татьяна, мне вас так понравилось. Скажите, а вот если я захочу остановиться в гостинице Могилёв, как это сделать? Юрий, конечно, мы очень рады жителям нашего города. Скажу более того, каждый месяц у нас проходят какие-то спецпредложения, акции. Вот, например, на номера этой категории у нас весной идет скидка минус 20%. Для жителей нашего города у нас всегда действует спецпредложение. Оно так и называется «Я люблю Могилёв». С условиями этого спецпредложения можете ознакомиться на нашем официальном сайте. А вот забронировать номер каким образом возможно у вас? Вы можете всегда забронировать номер в любое время суток, позвонив нам по телефону. Можете это сделать непосредственно с нашего официального сайта. С установленного модуля вы также получите мгновенное подтверждение бронирования плюс скидка 5% при прямом бронировании сайта. Лучше, конечно, бронировать заранее. Ну, есть интернет. Все, Татьяна, спасибо вам большое. Вы мне помогли, я решил свою проблему. Пускай мои чередневские гости, я думаю, бронируют через интернет. Я думаю, им здесь, как и мне, понравится. Очень. Выпуск глазированных и творожных сырков под маркой «Веселая внучата» в Могилевской области наладили 6 лет назад. Сегодня их делают в Осиповичах, в филиале компании «Бабушкина крынка». Перед офисом филиала мы повстречали мирно пасущийся на газоне корву Машку. Почесав ей за ушком, это местная традиция, мы отправились на производство. Перед входом в цех нас уже встречали. Привет, девочки. Как дела? Нормально. Нормально? Как зовут тебя? Меня зовут Полина. Полина, а тебя? Да. Милана. Знакомство состоялось, и мы, дружная команда, отправились на встречу с инженером-технологом Еленой Безунок. Милана первая про его инициативу. Елена, как делаются сырочки? Мы начнем по порядку. Для начала мы готовим замесы для нашего сырочка. Происходит это в рецептурном отделении. Это такая большая комната с огромной фарш-мешалкой. Ее еще называют кутером. Вот это мы готовим замес для нашего любимого семи сырочка «Золотой ключик». Состав которого мы используем творог. Вырабатывается наш творог только из молока высшего сорта. Также мы сюда добавляем масло сладко-сливочное. Здесь у нас имеется сгущенка вареная со вкусом карамели. Настоящая? Натуральная сгущенка, приготовленная также производителями молочной продукции. И арахис. Оператор запустил фарш-мешалку и 33 килограмма натуральных ингредиентов за 3 минуты превратились в однородную ароматную творожную массу. Приготовив основу для сырков, мы продолжили экскурсию. Читаю. Камера охлаждения. Здесь пытают сырки холодом? Нет, нет. Здесь мы производим процесс охлаждения нашей приготовленной массы. О, холодно! Скажите, пожалуйста, а сколько здесь они закаляются? Ну, у нас вообще процесс где-то от 12 до суток. Пока Полина и Милана увлеченно наблюдают за процессом выхода сырков из машины, Елена мне продолжит экскурсию. Этот аппарат... Это бункер для перемешивания и дальнейшего формования срочка. Это вот после холодильника? Да, сюда после холодильника сразу. Какие-то секреты в нем есть? Абсолютно никаких. Обычный бункер с обычной мешалкой. О как! Давайте посмотрим, что там обычно, а что необычно. Но, в принципе, интересно, кто выпихивает оттуда творожок? Его никто не выпихивает, да? Не, ну я говорю по-русски. Так звучит. Там обычно стоят обычные шнеки, которые толкают массу сюда дозирующим устройством. Вот и все. А тем временем Полина и Милана обнаружили огромный кусок шоколада. Его-то и используют для глазирования творожных сырков. Для того, чтобы его сделать жидким, используется машина для плавления глазури. Здесь ее нагревают до 70 градусов. Где моя большая ложка? Далее расплавленная глазурь отправляется на глазировочный автомат. Следующий этап – охлаждение. Этот процесс происходит в длинном шестиметровом холодильнике. Милана контролирует качество. Охлажденный сырки отправляется по конвейеру к упаковочному автомату. За доли секунды они одеваются в фирменную одежку. Требовник упаковки какие? В данный момент у нас обычная пищевая пленка. Мы не используем никаких стрессов, там, вакуумирования, газа. Все. Просто упаковывается в строчек пищевую пленку. А наши юные исследователи Милана и Полина решили попробовать лично подготовить сырки к отправке в магазин. Их задача – уложить в коробочку ровно 30 сырков. У них это получилось. Правда, по-своему. Сделав дело, уставшие и довольные, мы отправились в дегустационную комнату. Здесь нам предстояло оценить вкус пяти уже известных видов глазированных сырков торговой марки «Веселые муччата» и один новый – глазированный сырк с ароматом ванили. Его преимущество – вес стал больше – 45 граммов, а вкус – еще лучше. Картошка вафельная очень вкусная. Надеемся, вам было интересно. Смотрите телепроект «Знай наше» и делайте новое открытие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова